Возможности космических спутников позволяют современному миру многое. От передачи всевозможной информации до контроля погоды. Надежно стоят спутники и на охране жизни людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Вся информация о них аккумулируется в единых дежурно-диспетчерских службах. Полным арсеналом информации в режиме реального времени обладает и Славянская ЕДДС. Десятки мониторов в штабе Славянской единой дежурно-диспетчерской службы показывают улицы города и места массового скопления людей. Но совершенно особые мониторы расположены чуть в стороне. На них отражена информация не с камер видеонаблюдения, а непосредственно со спутников. Благодаря этому в режиме реального времени специалисты нашей службы могут отслеживать паводковую ситуацию по всему руслу рек Кубани и протоки. Контролировать передвижение транспорта работающего в системе ГЛОНАСС, в частности школьные автобусы. И что особенно актуально в летний период, специальный монитор показывает места, где произошёл пожар. На территории всех поселений запрещено разведение костров, пал сухой травы. И мы производим постоянный мониторинг этой ситуации. При помощи вот этой карты пожаров, которая производится космическими спутниками МЧС России, мы в реальном времени получаем информацию о всех возгораниях на территории всего Краснодарского края. Система видит как возгорание жилых домов, так и пожары на полях, которые часто допускают владельцы угодий после уборочной страды. Выжигание травы, на первый взгляд, кажется самой действенной мерой в борьбе с сорняками. Но неконтролируемый огонь может легко дойти до населённых пунктов. Опасными в сухую и жаркую погоду могут стать даже безобидные, на первый взгляд, костры для шашлыка. Хочется ещё раз обратиться к гражданам нашего района о том, чтобы они проявили сейчас бдительность, осторожность. Очень внимательно относились даже к такому, можно сказать, постоянному нашему действию – это приготовление шашлыков. Ни в коем случае не разводили костры на земле, а использовали мангалы, использовали защищённые места для разведения огня. Умение добывать огонь в корне изменило историю становления человечества. Но важно помнить, что и спустя века он остаётся одной из самых коварных стихий. И относиться к его использованию нужно с большой осторожностью, чтобы благо не обернулось трагедией.